Всем доброго дня, это Гелиосар и История России в двух словах на пальцах. Параграф 21. Постепенное объединение русских земель уже полностью вокруг Москвы и Куликовская битва. В 14 веке, в середине 14 века, в 1359 году на московском престоле оказался 9-летний внук Ивана Калиты. Внук звали Дмитрием Ивановичем. В начале он, конечно же, в 9 лет каким правителем можно быть? Никаким. Он самостоятельно не правил и от его лица главой государства, таким, кстати, неформальным, но главой государства стал митрополит киевский в Сеяруси Алексий. То есть стал глава русской православной церкви, стал как бы править от лица ребенка правителя. Этот митрополит, он родился в семье московского боярина, то есть это был русский митрополит, а не грек, как было довольно-таки долго до этого. И, конечно же, митрополит активно поддерживал интерес именно московского княжества. Алексей приложил очень много усилий, чтобы орда, то есть золотая орда государства, признали 9-летнего ребенка Дмитрия, пусть и не по годам развитого, очень умного и смышленого, чтобы они признали ребенка ни много ни мало великим владимирским князем. При этом митрополит и окружение 9-летнего правителя, они продолжали политику Ивана Калиты и его сыновей по собиранию русских земель. В результате войн и переговоров в Москве удалось частично взять под свой контроль всех своих главных соперников – Суздальское, Нижегородское, Тверское и Рязанское княжества. Московские войска сумели отразить три похода великого князя Литовского Ольгерда, который пытался оказать помощь своему союзнику, Тверскому князю. Решающее значение имело возведение в 1366-68 годах вокруг Москвы первых в северо-восточной Руси каменных крепостных стен. То есть город был окружен до этого деревянными стенами. Да, для этого нужно было очень много бревен, но и тем не менее. Были деревянные стены. И вот тут наконец построили каменные стены, причем толстые каменные стены, которые крепко держали, защищали город. И Ольгерд во время своего первого похода подошел к этим каменным стенам, постоял возле этих стен, пограбил окрестные деревни, но штурмовать город уже не рискнул. Ну а после литовский князь и вовсе получил достаточно сильный отпор и больше уже на сторону Руси не смотрел. Прочно же после того, как Дмитрий Иванович повзрослел, встал на ноги, он вообще не допускал никаких княжеских распри в подвластных ему землях. Он посылал войска для наказания небольших князей, которые начинали между собой разборки и войны. При этом митрополит и другие церковные деятели тоже помогали ему, нередко отправляясь как посланники Москвы в другие княжества. И призывали их правителей к миру. Причем иногда, чтобы подчинить непокорных князей, митрополит Алексей шел на крайние меры. На Руси такое, конечно, было не принято, но зато Папа Римский у католиков довольно часто таким развлекался. И вот тут наш митрополит тоже начал поступать похожим образом. Он запрещал на определенных территориях все церковные службы. То есть запрещал крестить младенцев, венчаться, запрещал свадьбы, отпевать умерших. То есть все церковные обряды, свадьбы тогда праздновались именно в церквях. И записи о том, что вот эта же девушка и вот этот молодой человек, что они поженились, они тоже делались именно в церкви. Именно церковные книги все вот это и записывали. Так что церкви не просто так, они были фактическими такими центрами образованности и культуры. Там все это и записывалось. Так вот, митрополит запрещал все церковные обряды. Естественно, что население тут же дико пугалось, что если не провести церковные обряды, то душа как бы попадет в ад. А в ад никто не хотел. И быстренько устраивали своим князьям шустрое восстание. После чего князья также быстренько говорили, хорошо, хорошо, мы подчиняемся Москве. Вот и все. Большим авторитетом на Руси при этом пользовался основатель Троицкого монастыря Сергий Радонежский. И ему, как посланнику Москвы, пришлось пройти пешком тысячи километров. Тогда на Руси вообще-то не было километров, тогда были версты. Верста, как и миля, она немножко больше километра. Вот Сергий Радонежский пешком, своими ногами прошел тысячи километров. А почему он ходил пешком? Очень просто. Христианским священникам, монахам запрещено пользоваться лошадьми. Они могут либо пользоваться повозками, обычными, но это далеко не у всех было. Либо они могли, в принципе, ездить на осликах. Осликах или чем-то таком. Но на лошадях ездить не могли. Вот такая вот особенность. Причем и у католиков, и у православных вот это вот одинаково присутствует. И вот Сергий Радонежский, проходя пешком огромные расстояния между русскими городами, тоже все время призывал различных князей подчиниться Москве. И за время правления еще Ивана Калитые, а его правление называли Тишиной Великой. Дело в том, что во время его правления Орда не делала никаких набегов на Русь. То есть было тихо и спокойно. И народ сумел как-то слегка успокоиться, слегка привыкнуть к мирной жизни, сумел как-то накопить какие-то богатства. И самое главное, появились все больше людей, которые уже не знали войн. Они не знали бесконечного страха перед Ордой. Начало нарастать требование сопротивления Орде. Дмитрий Иванович, в отличие от своего деда, вырос также в атмосфере неповиновения Ордынскому хану. Два раза, будучи еще ребенком, он принимал участие в различных военных походах против Суздальско-Нижегородского князя, чтобы отнять у того тот самый ханскую грамоту, ханский еройк на Владимирское княжение. А Владимирское княжение как раз считалось, что кто правит Владимирским княжеством, тот как бы и самый главный князь. Хотя Москва уже была к этому времени фактически главным княжеством всей Руси. И вот именно Дмитрий Иванович первым из русских князей открыто отказался подчиняться хану. И отказался передавать вот этот самый Владимирский престол Тверскому князю. Московские правители привыкли рассчитывать, причем не только на свои силы, но и на войска, зависимых от них князей. Победы над Литвой, Тверью и Рязанью рождали уверенность, что можно справиться и с ордынцами. Тем более, что к XIV веку в результате внутренних войн в Золотой Орде произошло разделение Золотой Орды на западную и восточную, которая была разделена примерно по Волге. Хотя до этого Волга, она протекала практически по центру государства Золотая Орда. И в середине 70-х годов XIV века появился правитель Мамай. Ну так его звали. Вот он как раз таки и был одним из тех, из-за которого произошло разделение Золотой Орды. Вот этот самый Мамай, ему надо было, он не был потомком Чингисхана, то есть он не имел права на трон Золотой Орды. Но зато он имел много амбиций и много силы. Он укрепил на своей территории власть, но ему надо было подчинить русских князей. И он послал отряд против Руси. Князь Дмитрий, естественно, отказался выплачивать какую-либо Орду и также начал готовиться к сражению. Встреча русских полков и войск, посланных Мамаем, произошла 11 августа 1378 года на Рязанской земле у реки Вожжи. И дело в том, что это был всего лишь отряд Золотой Орды, причем даже и не всей Золотой Орды, то этот отряд был достаточно легко разгромлен. Естественно, что Мамай простить этого не мог. И он уже начал собирать полноценную армию. Он начал созывать всех, кого только мог. Просто всех начал созывать. Он собрал огромную армию. Историки оценивают, что это от 100 до 150 тысяч. По тем временам цифра совершенно нереальна. В Европе по тем временам армия где-то в 3-5 тысяч это была хорошая такая армия. Армия в 10 тысяч была большой армией. Здесь армия была в 100 тысяч. Ого, ничего себе! При этом дело в том, что московский князь Дмитрий Иванович выставил примерно такого же размера войско, собранное со всей Руси. То есть с обоих сторон было просто гигантское войско. Поддержку, конечно, князь московский получил очень большую. И вот началось сражение. Естественно, что стараясь не допустить соединения рязанских и литовских полков с ордынским войском, дело в том, что Мамай призвал к себе всех противников Руси, до каких только смог дотянуться. Есть предположение, что даже были наемники из Европы, то есть рыцарь из Европы, как наемники выступали в его войске, но точно неизвестно. И были там, естественно, и противники московских князей со стороны Руси. Были и такие. Вроде тех же литовцев или тверского князя. Но все равно князь Дмитрий Иванович сумел обойти. При этом они разрушили мосты через реку, перейдя через нее, чтобы знать, назад пути у них нет. Князь Дмитрий выстроил свои войска на Куликовом поле. И там и разгорелось ожесточенное сражение. Сражение началось якобы с битвы двух наиболее сильных воинов. И в этом поединке двух наиболее сильных воинов войска оба воина, собственно говоря, и погибли, причем очень быстро. После чего началось само сражение. Сражение было разделено достаточно своеобразно, потому что Дмитрий Иванович построил свои войска простым образом. Был центральный полк, по два были фланговых, то есть с боков стояли по два полка, и один полк был оставлен в засаде. Он так и назывался, засадный полк. Естественно, что центральный полк был самым большим и мощным. Мамай это быстро понял, и поэтому сначала они атаковали всеми силами практически, именно что боковые части, связав всех остальных такими общими войсками. Мамай, казалось бы, что ему удалось уже продавить бока, то есть один из флангов, один из боков. Но в этот момент появился засадный полк, который нанес ему удар. Причем засадный полк появился настолько удачно, что теперь уже войска самого Мамая, они оказались зажаты с двух сторон. С одной стороны был центральный полк, с другой стороны был засадный полк. Плюс еще развернулись уходящие вот эти фланговые полки. И естественно, что войско Мамая было полностью разгромлено. В честь этой величайшей победы, потому что практически это первая полноценная победа над Золотой Ордой на Руси. В честь этой победы Дмитрий Иванович стал называться Дмитрием Донским. Дело в том, что река, через которую проходил князь Дмитрий и его войска, это были самые-самые верховья реки Дон. Вот поэтому он и стал князем Дмитрием Донским. Но тут, кроме плюсов, были и минусы у этой победы. Дело в том, что в этой победе были потеряны все основные силы московского княжества. Да, Москва победила, но было потеряно огромное количество воинов. Если там было 100 тысяч воинов, то хорошо, если после этого в войсках осталось 1030, а скорее всего осталось 1020. В то время как Золотая Орда, она была не полностью под Мамаем, только половина. Да, Мамай был разгромлен, но вот вторая половина, во главе которой стоял хан Тахтамыш, который был наследником Чингисхана, то есть имел всю власть, всю полноту власти, они этим очень удачно воспользовались. Во-первых, конечно же, разгромив своего против... Благодаря победе Руси над Мамаем, Тахтамыш смог полностью восстановить власть над всей Золотой Ордой, а потом еще сходил вместе с объединенным своим войском на Русь. И разгромил все, до чего только смог дотянуться. И ничего уже никто не смог сделать, потому что войска не было. Таким вот образом можно сказать, что Русь сделала этому хану Тахтамышу огромнейший подарок. Вот такая вот, к сожалению, произошла ситуация. Часто так называют, что натаскали из огня каштанов для совершенно чужого хана. Вот такая вот произошла ситуация. К сожалению, вот так вот. Да, часть отрядов, конечно, у Тахтамыша тоже была разгромлена, но все равно пришлось полностью восстановить выплату дани и полностью получать ярлыки и править, снова подчиняться ханам Орды. Такая вот ситуация. Но все равно Куликовская битва стала первым и очень серьезным показателем того, что Русь более подчиняться Орде в полном объеме не будет. Что ж, отвечаем на вопросы. Как князю Дмитрию Ивановичу удалось укрепить свою власть в северо-восточной Руси? Дело в том, что он использовал абсолютно все имеющиеся возможности, включая церковные, для укрепления своей власти. То есть это были и какие-то военные походы, это была и дипломатия, это были и угрозы. То есть князь Московский, он не стремился убить правителей, князей других княжеств. Он стремился заставить их подчиняться себе. То есть как бы князь Московский становился как бы королем, а другие князья, они становились вассалами, подчиненными. И в случае призыва со своими войсками они приходили на помощь московскому князю. Почему литовский князь Ольгерд выступил союзником Тверского князя в его борьбе с московским княжеством? Ну потому что, во-первых, они были союзниками. Второе. Ольгерд хорошо понимал, что если на месте Руси даже под управлением и данью со стороны Орды появится единое государство, Русь, никакой Литве просто не жить. Русь снесет Литву и ничего никто не сможет сделать. Так что в его интересах было, конечно, обезопасить свое государство, литовское княжество, от появления очень сильного на востоке противника. Чем закончилась Московская-Литовская война? Ну она закончилась тем, что Москву Ольгерд взять так и не смог, но разорил какое-то количество земель. Причем так, деревень и поселков. А потом в следующих его походах он и вовсе был разгромлен. Что позволило князю Дмитрию Ивановичу бросить открытый вызов Орде? По сути, то, что у него собралось достаточное количество войска, это первое. А второе, то, что Орда как раз таки была разделена на тот момент. Если бы Орда была едина, они собрали бы примерно 300 тысяч, и русские войска бы ничего не смогли сделать с таким количеством. Были бы разгромлены. А так, имея всего половину, и в Орде были большие внутренние столкновения между усобицами, то вот это позволило, собственно говоря, и бросить тот самый вызов. В чем причины победы русских войск на Куликовом поле? Дело в том, что в очень хорошем, грамотном военном управлении. В этом русские князья сделали очень хорошее военное управление своими войсками. Вот потому и победили. Ну и, конечно, храбрость и устойчивость русских воинов. Каково значение имела победа на Куликовом поле? Она имела сильное значение. Впервые стало понятно, что Русь может победить Золотую Орду. Это было главным, что вот впервые стало понятно. Русь может бить татар-монголов. Русь может их побеждать. И это, конечно, зародило еще больше сил к сопротивлению Игу Золотой Орды. Почему большинство русских князей не поддержало Дмитрия Донского в борьбе с Токтамышем? Ну, дело в том, что они все достаточно хорошо были, они все хорошо понимали. Новое войско быстро собрать нельзя. Старого нет. Поэтому и бороться с Токтамышем было практически бесполезно. Просто бы все погибли. И поэтому они и предпочли просто подчиниться Токтамышем. Вот и все. То есть это была такая достаточно простая логика в сути своей. Что ж, покажите на карте путь русского войска к месту решающей битвы с ордынцами. Ну, что ж, во-первых, битва с ордынцами, она была вот здесь вот. То есть, если мы смотрим, вот, ну, считается, что битва была вот здесь вот. Это, собственно говоря, у нас что? Это Тульская область. Считается, что битва была вот здесь вот. Но дело все в том, что вот, во-первых, во-первых, на самом деле никаких следов битвы здесь не нашли. А такого никогда не бывает. Даже от самых древних битв Александра Македонского и прочего всегда оставались следы. Здесь следов битвы не нашли. Поэтому, вроде бы как, должна быть здесь, согласно всем записям. А вот в реальности следов нет, и где она точно была, а вот непонятно совершенно. Но, как они шли? Ну, соответственно, из Москвы шли вот сюда. И вот здесь и было сражение. Так, ну, найдите, вот я уже показал, в какой области Российской Федерации, в Тульской области. Ну, опишите ход, это есть уже описание. Так, сравните политику Ивана Калиты и Дмитрия Донского в отношении Орды. Какие факторы оказывали влияние на эту политику? Дело все в том, что при Иване Калите Орда была единым государством, и она была сильнее, чем Русь. Тем более, что на тот момент Русь еще не была настолько хорошо при Иване Калите. Русь еще не была настолько сильна и настолько едина, как уже при Дмитрии Донском. Поэтому Иван Калита очень разумно предпочитал, так сказать, не вылезать, сидеть тихо и копить силы. Что позволило как раз вот его внуку, оно и позволило собрать огромную армию и разгромить Орду. Так, какие факторы... Так, ну да, ну какие факторы я уже описал. Имели ли значение личные качества правителей? Ну, оба правителя были достаточно умны. И другое дело, что Иван Калита, по всей видимости, был не настолько храбрым и искусным воином, как Дмитрий Донской. У Дмитрия Донского побед было все же гораздо больше. Он не боялся сражаться. А Иван Калита всегда предпочитал действовать дипломатией и политикой. В чем состоял организаторский и полководческий талант Дмитрия Донского? Ну вот полководческий талант подтвержден его блистательными победами. Организаторский тем, что он все-таки умел подчинять князей не военной силой, а именно политикой, переговорами, то есть дипломатией. Тоже изрядный такой талант, так что... Почему в памяти русского народа имя Сергия Радонежского стоит в одном ряду с именами победителей на Куликовском поле? Ну, во-первых, потому что Сергий Радонежский жил в те годы как раз. Он уже был очень известен на Руси. Он сделал очень много для объединения князей под властью московского князя, что и позволило собрать такое большое войско и победить на Куликовском поле. Так, ну и все.